Пожалуй, почти никто не избежал заражения каким-нибудь лженаучным вирусом. Альтернативная медицина, уфология, конспирология, фолк-хистори. Да и обычные суеверия пропагандируются СМИ и внедряются в наши головы с малых лет. Почему же мифы столь заразны? Где бы взять вакцину? Раунд третий. Идеи массового поражения. Первые шесть минут, звук не очень. При записи был технический сбой. Простите. Нас иногда называют инквизиторами, обвиняют нас в подавлении инакомыслия. Кое-кто из выступавших сегодня даже прямо себя именует для общества инквизитора. А сейчас мы будем говорить про инквизицию настоящую. Екатерина Ёрчин. Кандидат исторических наук. Ведущий научный сотрудник исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Специалист по истории Испании нового времени. Сейчас слово «инквизиция» обычно используют в качестве ругательства. Это вообще оправданно? Как вы считаете? Ну, я считаю, что в качестве ругательства сейчас используют разные слова. Ну, в частности, ссылки на то, что вполне зависит от существа. Но, собственно, инквизиция, да, с ней связано мало приятного. И обычный современный человек использует слово «инквизиция» как синоним жестокости, доходящий до садизма, насилия, любилосно-профанатизма, лицемерия, алчности, ну, и иных других породов. И, собственно, наверное, поэтому и использовать его как бранное слово. Ну, во всяком случае, слово мало приятное, мало хорошее. Я должна вам сказать, что, собственно, когда мы говорим о инквизиции, мы упоминаем не даже реймскую инквизицию, а в основном испанскую инквизицию, наверное, потому что именно ее, как вам наверняка известная массовая культура, никто не ждал. И, собственно, я хочу забраться, что, собственно, в этих представлениях об инквизиции является достоином исторической науки, а что имеет место быть мифом. Ну, сначала все то, что не является мифом. Инквизиция, само слово инквизиция происходит от латинского слова инквизицию, что означает расследование и рост. И тогда мы говорим об инквизиции, мы говорим о суде, об особом инквизиции Луна, который мы участвуем в реймской вторичной церкви под папской властью. И история реймской и папской инквизиции восходит к 7-м векове, к 12-м, 13-м веках, когда папы организуют инквизицию как особое суда в связи с борьбой с ересами, особенно на юге Франции. И, собственно, цель этого суда заключалась в том, чтобы выявить отступников от китайской веры, то, что называлось ересью, и осудить вероотступников. Испанская инквизиция была учреждена значительно позже. Она была учреждена во второй половине 13-го века, по инициативе королев, которая была утверждена папой. И ей была осуждена очень долгая жизнь. Она просто существовала до 1834 года, когда, как вырезал церкви из фанской инквизиции с того времени, она просто умерла от реальности. Что такое фанская инквизиция? Какая ее особенность? Ну, в том, что касается вероучения, она подчиняется фармам. Только глава церкви может свидеть о том, что уебяется. Ей и все, что нет. А вот как организация испанская инквизиция зависела от королевской власти во многих религиозных объектов. Ну, в частности, это такое право было. У королевого назначения генерального инквизитора и высший совет инквизиции являлся частью государственной администрации. Собственно, поэтому обычно говорят о связи государства, испанское государство и вот этого трибунала. И в этом была особенность испанская инквизиция. Так как это не так, это не миссия, это так. Что еще не является миссом? Это особенности процесса. Мы думаем о том, что инквизиция – это суд. Этот трибунал следует, если мы говорим о судебном процессе. Мы говорим об особом виде суда, суда производства, у которого есть там своя компетенция. И в инквизиции было то же самое. Инквизиции судили только христиана и наградцев. Их компетенция, как мы сейчас сказали, не распространялась. Прокурор, следователь, судья был одним и тем же лицом. То есть, одно и тем же лицо могло и инициировать иск, производить следствие и, собственно, заниматься внесением при кого и вердиться. Чем это отличалось, в этом смысле инквизиция от других судов? Да, это было отличие, но и следствам в судопроизводстве такие примеры были в то время. Напомню, что мы говорим о 15-м, 16-м, 17-м, 18-м, соответственно, начале 19-го лет, если мы говорим об Испании. И в это время судопроизводство, судебный процесс был основан на презумпции вины, а не презумпции невиновности. Это нынешние юридические процедуры основаны на презумпции невиновности. Тогда это была презумпция вины, и, собственно, в чем она заключалась, вы можете видеть на слайде. Главное – это добиться признания об обвиняемого. Особенность инквизиции заключалась также и в том, что сам процесс, то есть возбуждение иск следствия вынесения приговора было процессом тайным, обвиняемый брался под стражу, содержался в тюрьме, а вот осуждение, оглашение приговора было публичным. И, собственно, вся энергия инквизитора была направлена на то, чтобы представить обществу вот этого вот обвиняемого еретика и принудить его признаться в своих прегрешениях. Поэтому, собственно, этот акт назывался актом веры или деянием веры, если быть более точным в переводе с латыни. Но нам известен этот акт в основном в португальской транскрипции, мы его знаем как аутодафе. К чему я веду? Не является мифом то, что инквизиция – институт репрессивный, институт устрашающий, институт, который был создан для того, чтобы осуществлять контроль над обществом в позднее средневековье или раннее новое время. Это не является мифом. Поэтому, когда историк занимается изучением деятельности инквизиции, его цель не заключается в том, чтобы оправдать действия инквизиторов. Никто не занимается оправданием. Историк вообще редко бывает прокурором. Историк, занимающийся исследованием инквизиции, как выразился сегодня очень хорошо коллега, в ее собственном историческом контексте, пытается объяснить это явление, объяснить эту деятельность, исходя из реальной ситуации. Ситуация, которая была, предположим, на Пиренейском полуострове с 15 по начало 19 века. Поэтому, естественно, разговаривая об инквизициях, мифах об инквизиции, я не собираюсь воспевать здесь прелести кнута, если вы меня собираетесь в этом подозревать. Я не собираюсь этого делать. Что касается мифов. Ну вот, любезно проведенный организаторами форума опрос в сети выявил вот такие наиболее распространенные представления об инквизиции. Они перед вами на экране. Собственно, ассоциации вполне понятны. Они связаны и с художественной литературой, и с массовой культурой. Ну вот, особенно в том, что ее, конечно, никто не ждал. И инакомыслия, и препятствия развитию научным знаниям, и, конечно, религиозный фанатизм, и изощренная жестокость. Я бы сюда добавила еще мифы, которые распространены. Это ее безусловное могущество, это ее алчность. Ну, здесь можно рассуждать очень долго. То есть, короче говоря, любой порог, который вы придумаете, инквизиторам можно приписать, и инквизицию как институту тоже. Ну, идем дальше. Если мы занимаемся исследованием инквизиции, то грань между исследованием и мифом помогает нам выявить источники. В этом смысле, конечно, тем исследователям, которые профессионально занимаются изучением священного трибунала, очень крупно повезло, потому что в их распоряжении большой корпус, большой объем источников, прежде всего, исходящих от самого трибунала. Это грандиозные архивы инквизиции. Я говорю об испанской инквизиции. Пожалуйста, это и большой корпус материалов, которые есть в национальном архиве, и в местных больших хранилищах документов. Это документы личного происхождения, которые исходят от современников, и меммара, и личная переписка. И, конечно, публицистика. Публицистика этого раннего нового времени и публицистика более поздней эпохи, которая, в общем-то, сыграла большую роль в том, что сложились те самые бранные представления об инквизиции, которые нам, судя по всему, хорошо известны. Боролась ли инквизиция с инакомыслием? Давайте определимся с термином, что называется. В средние века и раннее новое время инакомыслие, то есть отклонение от общераспространенных представлений о мире, о мироздании и понимании этого мира, которое определяла, естественно, религия, инакомыслие не являлось добродетелью. Оно не являлось добродетелью не только с точки зрения церкви и ее институтов, а она не являлась добродетелью и с точки зрения властей. Почему? Потому что отклонение от вероучения рассматривалось как источник внутренних конфликтов в обществе. Тот, кто думает не так, как сосед, это потенциальный источник конфликтов, собственно, это может внести в общество разлад, поэтому нужно бороться. Более того, особенно в 15, 16 и 17 веках рождаются новые типы государства, и, собственно, владыки, правители европейских государств считали, что единомыслие – это залог стабильности общества. И, в общем, их политический лозунг заключался в том, что если, коль есть один король, у его подданных должна быть одна вера. И как мы установим эту веру? Вот здесь, в разных европейских государствах, изобретались различные способы, и составались различные учреждения. Вот в Испании действовала инквизиция, но в других европейских государствах существовали другие приемы, способы, учреждения для того, чтобы утвердить это единомыслие. Это были и духовные консистории, это, собственно, были и государственные институты, которые стремились установить это единомыслие. Здесь я говорю не только о католическом мире, но и о мире религиозного протеста, о протестантах. Инквизиция боролась с ересью. И вот понятие ереси в Испании в 15, 16 и так далее веках, пока работала инквизиция, очень здорово расширялась. И разные аспекты этого понимания ереси выходили на первый план, а другие как-то потихонечку растворялись. Ну, во-первых, это, естественно, отклонение от догматов веры на словах и на практике. Обратите внимание, и то, и другое должно было быть публичным. То есть, иначе говоря, вы должны предъявить были свои взгляды обществу. Что значит на практике? Ну, вы должны были делать нечто, что позволяло бы другим заподозрить вам, что вы не совсем правоверный католик. Инквизиция преследовала, естественно, ведовство, магию в разной степени. В Испании это было так, но сразу должна оговориться, что представление о том, что испанская инквизиция свирепствовала в преследовании ведьм, именно ведьм, сильно преувеличена, поскольку именно в Испании охота на ведьм не была столь распространена, как в Европе. Я вам смогу, я надеюсь, показать это даже на цифрах. В компетенцию инквизиторов входили преступления против нравственности, это двоеженство, садомия и так далее. Главное, чтобы вот это стало бы известным каким-то образом. И такой общий совершенно предмет, как богохульство. Причем вы могли оскорбительно высказываться о святых таинствах, вы могли скептически высказываться о содержании Библии, но здесь я должна сразу оговориться, что инквизиторы очень хорошо понимали, в каком состоянии был человек, когда он богохульствовал. И в инквизиционных процессах неоднократно упоминается о том, что, мол, нужно различать сознательное богохульство о кощунстве, сознательное кощунственное действие в отношении культа с богохульствованием в пьяном виде, когда человек себя не помнит. И вот если человек, например, с твой прединквизитором хотел как-то оправдаться, ему говорили, ну что ж ты так вот богохульствовал-то, он говорил, ну да, я себя не помнил, я там находился не в совсем потребном состоянии, но немножко сошел с ума. Могло, кстати, говорить бы принятого внимания. Что касается того, были ли инквизиторы противниками науки. Ну, здесь вопрос, как вы понимаете, полемический, дискуссионный, и он является объектом очень серьезных исследований сейчас в исторической науке. Но если сводить, так сказать, факты и предлагать какие-то факты вашего внимания, то я бы сказала таким образом. Наше предсовременное представление о науке, о научном знании, основанное на рационализме, на критическом анализе, на проверяемости данных, в том числе путем и логических умозаключений, и главное, путем эксперимента, что сегодня блестяще продемонстрировали коллеги. Это представление о науке в то время, особенно в XVI веке, только формировалось. То есть новая наука, как тогда говорили, современное представление о научном знании, о том, что опыт может быть, в частности, источником знаний. Это представление о науке формировалось. Инквизиторы же отстаивали другие научные представления, которые нам кажутся архаичными. Птоломеево представление, например, о мироздании. Они отстаивали эти архаичные представления. И на их стороне, конечно, были насильственные инструменты, насильственные способы. Но, тем не менее, кроме всего прочего, нужно сразу оговориться, что и ученые, которые создавали науку в нашем современном понимании, естественно, они прекрасно понимали, что они создают новый тип представления о мире. И создавая это новое представление о мире, они в то время были вынуждены высказываться о вопросах религиозных и о теологических вопросах. Я напомню, что процесс против Галилея, их было на самом деле два, был инициирован римской, но не испанской инквизицией. В данном случае эта связь несколько слаба. Я бы так сказала, но она распространена почему-то в литературе. Считается, что Галилея осудили все-таки почему-то испанцы. На самом деле ее осудила римская инквизиция. Но, как бы то ни было, против Галилея было два процесса в 1616-1632 году. Первый процесс, в общем, закончился вполне благополучно для Галилея, но неблагополучно для тех научных идей, которых он обстаивал. была осуждена система Коперника. А вот спустя какое-то количество времени, в 1632 году, Галилей продолжал отстаивать свои научные позиции. Он написал книгу «Диалог о двух системах мира» Птоломеевой и Коперниковой, и там предисловие противоречило содержанию. В предисловии он отрицал систему Коперника, а в самой книге он ее отстаивал и вполне достойно отстаивал. И, собственно, это и послужило, в общем-то, подозрением в том, что он стоит на грани ереси. Более того, Галилей заявил, что Священное Писание не является единственным источником истины. И вот это было очень серьезным аргументом для инквизиторов, для того, чтобы его привлечь к объяснениям. Как вы знаете, это закончилось печально для Галилея. Он был вынужден отречься от своих научных взглядов и последние годы своей жизни доживать практически под домашним арестом. Джорданом Броуна в 1600 году действительно принял смерть на костре, но он был обвинен не только в том, что он оставил идею о бесконечности Вселенной и множественности миров, но он считал, что Христос не был богочеловеком. И это было очень серьезно, как вы догадываетесь, в то время. Его осуждали как еретика. Я говорю сейчас о римской инквизиции, но преследовали ли мыслителей и ученых в протестантском мире? Пример Мигеле Сервета, ученого испанца, который написал рассуждение о Троице и предъявил его в протестантской Женеве, там же и был осужден как еретик, поскольку он отрицал догмат о Троице. И его сожгли на костре. Да, это так, но его сожгли в протестантской Женеве, ни в коем случае не в католической Испании. А то, что он открыл малый круг кровообращения, кстати говоря, текст об этом был включен в рассуждение в этот трактат о Троице, об этом как-то кто-то мало тогда задумывался. Я должна сразу сказать, что в Испании система Коперника даже после первого осуждения Галилея преподавалась в университете. в университетах. Ее отстаивали испанские ученые, ничего плохого в этом не видели. И один из них даже сказал, что мы должны, когда мы рассуждаем о том, что является источником истины, мы должны думать о том, каким духом проникнуто священное писание, а в практическом мире искать источники других представлений. Кроме всего прочего, божественный язык математики, как он выразился, которым, как утверждал Галилей, написано книга природы, приложимо для исследования этого сущего мира. Была ли осуждена система Коперника в Испании? Да, была после 1632 года. Я начинаю говорить о запрещении чего-то, и передо мной индекс запрещенных книг, в обложку вы его здесь видите. В Испании этот индекс работал весьма специфически. Я должна вам сказать, что многие научные трактаты, такие как трактаты Лейбница, Ньютона, работы Гоббса, в испанский индекс попадали либо с большим запозданием, либо вовсе не попадали. Что касается сочинения Кеплера, то здесь вообще был курьез. Сочинения Кеплера попали в испанский индекс не за их научное содержание, а за то, что работы Кеплера были посвящены английскому королю, который имел титул «Защитник веры» с точки зрения католической церкви. Это было неприемлемо, и несчастный Кеплер угодил в индекс запрещенных книг. Были ли инкведиторы религиозными фанатиками? Фанатизм – понятие эмоциональное, непроницаемость для критики. Но вот здесь можно говорить об очень многом. Инквизиторы прежде всего следователи. И я должна сказать, что большая часть инквизиторов была даже не теологами, они были образованными юристами. Они опирались на свои собственные правила, на собранные доказательства, на инструкции, и один из них в начале XVII века даже заявил, что инквизитор должен проводить следствие так добросовестно, как ему это должно, учитывая величие идеи, которую он отстаивает. Но он может ошибаться, как другие люди. Инквизиторы действительно очень тщательно собирали доказательства и очень тщательно вели допросы. Но вопрос-то заключается в том, кого они преследовали. Преследовали ли они тех, кто верил во Христа не так, как полагалось добрым католикам. Здесь обычно, когда начинается об этом рассуждение, приводят два очень ярких факта. Это изгнание иудеев из Испании в 1492 году. Факт был, это решение королевской власти, это не решение инквизиции. Что касается, и в 1609 году из Испании были изгнаны мусульмане, обращенные в христианство. Это уже было не первое поколение этих христиан, которых подозревали в сотрудничестве с турками-османами в Средиземноморье. И поэтому бывшие мусульмане, теперь уже добрые католики, считались агентами врага. Инквизиция испанская протестовала против этого акта. Преследовала ли испанская инквизиция тайно исповедующих другие религии? Да. Да, преследовала, поскольку, исходя из своего представления о инакомыслии, это было, в общем-то, фактом, который я совершенно не собираюсь оспаривать. Можно ли обвинять инквизиторам на этом основании в религиозном фанатизме? Ну, вряд ли они поступали точно так же, как поступали их коллеги, которых мы инквизиторами не называем, в других странах. Пытки и костры. Пытки, как и в любом другом суде того времени. Приписывать испанской инквизиции особую и сочренную пыточную жестокость введения судебного процесса – это миф, поскольку пытка употреблялась в европейском суде производства вплоть до XVIII, а то и XIX века. В инквизиции применение пытки не считалось необходимостью, но она применялась. Применение пытки было ограничено правилами, типа пыток, были строго оговорены. Дело в том, что инквизиции, как и церкви, запрещалось проливать кровь, отсюда пыточный арсенал был ограничен, но это не значит, что он был, конечно, менее жесток. Что касается костров. Аутедафе – это не казнь еретиков, это публичный акт осуждения верооступничества. Именно на этом акте, как считалось, еретик имеет последнюю возможность признать факт своего отступничества и примириться с церковью. Если этого не происходило, тогда он передавался в руки светских властей, которые и осуществляли казнь. Наказание было делом светской власти. Более того, любые наказания не являлись частью аутедафе. Они производились позже, спустя некоторый промежуток времени. Поэтому я должна, естественно, напомнить, что костер – это не единственный приговор инквизиции, который был ей доступен. Представление о том, что задача инквизитора – пыткой выбить у обвиняемого признание в ереси, а потом непременно его с особой жестокостью заживо сжечь на костре – это как раз является мифом. Инквизиторы старались не доводить до смертной казни. Это было их собственным поражением. Они должны были убедить еретика в том, что он отступник, и побудить его к раскаянию. Другие были наказания – телесные наказания, изгнания и денежные штрафы, которые, кстати говоря, шли в основном на организацию ауто. Инквизиторы неоднократно жаловались, что своих денежных средств у них нет, а королевская власть неохотно их выделяла. Что касается жертв инквизиции. Традиционно жертвами считаются всех тех, кто попадал в поле зрения трибунала. Но не все, во-первых, были осуждены, многие были освобождены от подозрения в вине. Многие из этих жертв сумели избежать всех видов наказания, они просто скрылись. Их были тысячи. Да, но сколько? Вот все цифры на экране. Обратите, пожалуйста, внимание на хронологический период. Представление буквально о миллионах жертв Испанской инквизиции сильно преувеличено. Сейчас исследователи этот вопрос серьезно пересмотрели. И обратите внимание на количество смертных приговоров. И особенно на количество смертных приговоров, приведенное в исполнение. Я сразу должна оговориться. Даже не пытайтесь вычислить среднее количество людей, погибших по приговору инквизиции за этот промежуток времени. Это не средняя температура по больнице. Дело в том, что пик деятельности инквизиции падает как раз на 15-16 век, а потом следующая волна идет на конец 16-го, начало 17-го века. Для сравнения, я напомню, что в одну Варфоломеевскую ночь 1572 года в Париже погибло 3000 человек. Количество людей, которые были казнены в результате приговоров по видовским процессам в Центральной и Северной Европе, здесь цифры очень серьезно колеблется. Иначе говоря, инквизиция была страшным, репрессивным институтом, но представления о ней преувеличены. И как удивительное, единственное, уникальное воплощение фанатизма, жестокости и тирании именно испанская инквизиция осталась в массовом сознании и осталась в массовой культуре. В результате чего? Ведь в эпоху религиозной нетерпимости, религиозных войн, собственно, не только испанские инквизиторы преследовали инакомыслящих и так далее, применяя вот такие свои весьма специфические способы. Не только испанская инквизиция была на это способна, но именно в эту эпоху, если мы учтем, что испанская монархия была великой державой, которая обладала грандиозными колониальными владениями, владениями в Европе, естественно, для многих монархов того времени Испания была серьезным соперником. И для того, чтобы очернить этого соперника, естественно, нужно было выбирать факты. Так и строился в публицистике миф об особой жестокости испанцев, и в качестве доказательства этого факта как раз появились те самые представления, как вы видите, достаточно упрощенные, об инквизиции, которые и сейчас существуют в массовой культуре. Живучесть о том, что именно испанская инквизиция воплотила как уникальный образец все, что связано с представлением о религиозной нетерпимости, это плод своей эпохи. Это связано исключительно с историческим контекстом. Почему же сейчас это так живуче? С моей точки зрения, это связано с нашими современными принципами и современными представлениями. Современный человек не терпит контроля над своими умонастроениями, над своим поведением, а если этот контроль существует, современный человек хочет, чтобы он был обоснован прежде всего законом. И для того, чтобы доказать эту идею и пропагандировать ее, нужны исторические примеры. Но, естественно, испанская инквизиция, как пример, великолепно для этого подходит в виде мифов. Что по этому поводу можно читать? Вот я, конечно, список грандиозных исследований инквизиции ведутся, это очень перспективное поле для изучения. Но вот я отобрала наиболее известные произведения, в том числе и совсем недавние. Здесь и классика, конечно, например, как работа Хуана Антонио Льюренте «Критическая история испанской инквизиции». Льюренте – последний секретарь священного трибунала. Именно он ввел в поле научного исследования богатейшие архивы этого учреждения. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Екатерина. Сейчас будет диалоговая часть и вопрос нашему уважаемому докладчику. Хочет задать наш эксперт, кандидат исторических наук Александр Бутягин. Дайте, пожалуйста, Александру микрофон. Где Александр? Вот он. Я хотел спросить следующее. Понятно, что число жертв инквизиции – это все-таки процессы, а не какая-нибудь там бойня в городе, вроде в «Арфамеевской ночи», не могут быть запредельны. Но насколько они были тяжелы именно для наиболее ценного для общества интеллектуального слоя, то есть всяких писателей, ученых, философов и так далее. Не был ли именно им нанесен вот этот грандиозный урон испанской инквизиции, который так и запомнился, как вот трагедия? Ну, я должна вам сказать, что, собственно, представление об ученом как о профессии, само процессе, профессии ученого в то время формировалось. Мы можем говорить об интеллектуалах. И прежде всего мы можем говорить в данном случае об университетских деятелях или о представителях клира или духовенства, которые отстаивали какие-то новые теологические идеи. Насколько тяжел был этот удар, судить чрезвычайно сложно. Есть единичные явления, могу вам привести примеры. Например, если человек занимался переводом Библии на народный язык, то это могло быть поводом для подозрений. Люди, как правило, эмигрировали. А в университетской среде не за научные знания, а опять же за, может быть, филологические исследования, отстаивание идеи о том, что Библию можно подвергать филологической критике. Да, это можно. Оценить объем этих преследований сложно. В основном те исследования, которые сейчас есть, оперируют индексом запрещенных книг. И вот исследователи судят. Написал испанский интеллектуал какую-то работу, попала ли она в индекс запрещенных книг и по каким обстоятельствам. И вот здесь вывести, прийти к этому однозначному выводу, что именно испанские интеллектуалы в раннее новое время стали главной жертвой инквизиции, и поэтому в Испании не развивались практические науки. Это была серьезная препона научному знанию. Таких научных оснований нет. Испанцы имели доступ к научной литературе европейской, сами писали труды. Вопрос заключался только в одном ограничении. Могли ли эти научные знания стать публичными? То есть можно ли было о них заявить с кафедры? Вот здесь я бы так сказала. Простор для исследований открыт. Мы не можем назвать точную цифру. Пожалуйста. Благодарю. Вопрос, присланный делегатом. А готовится задавать вопрос. Вот юный делегат на ступенечке здесь сидит. Про инквизицию. Правда ли, что генофонд европейских стран сильно пострадал из-за инквизиции, так как много красивых девушек отправили на костер? У меня странна сама такая идея, особенно ее формулировка и про генофонд, и про красивых девушек. Представление о том, что инквизиторы обладали какой-то садистским пристрастием и хотели уничтожить всех красивых девушек, это вот как раз часть мифа. Судить о красоте, как вы понимаете, представление о красоте изменчиво. И то, что считалось красивым в 15 веке, в нашем веке может быть таковым не являться. И поэтому инквизиторы, как правило, чрезвычайно редко, в единичных случаях обращали внимание на внешний вид своих подопечных. То есть в протоколах инквизиции судья не заявлял, девушка была красивой, поэтому я ее убью. Я эту байку слышал от своей мамы, например. Я могу назвать точное происхождение. Шарль де Костер, легенда о Боллиншпигеле. Смерть гуляет по Фландрии. И как косой выкашивают сильнейших мужчин и прекраснейших девушек. Скорее всего, так и есть. Спасибо. Прошу, представляйтесь, пожалуйста. Меня зовут Девора, я из Долгопрудного. Вы только что упоминали легенду об Боллиншпигеле. И у меня вопрос. Насколько эта книга правдива? Это художественное произведение. И говорить об его правдивости по отношению к тому, что мы знаем об истории, сложно. Мы можем говорить об ее правдивости с точки зрения ее художественного воздействия. Опирается ли легенда о Боллиншпигеле на какие-то факты? Прежде всего, нужно представить себе, что мы имеем дело с Фландрией 16 века, где идут религиозные войны. Испанцы воюют за Фландрию, потому что это часть испанской монархии, и одновременно борются с еретиками. Факты, которые использовал Шарль де Костер для того, чтобы создать действительно свой совершенно блестящий роман, связаны как раз с представлением об испанцах как о врагах, которые восходят к тому же самому 16 веку. То есть, естественно, люди, которые жили во Фландрии в 16 веке, видели в испанцах фанатиков, приписывали им все мыслимые и немыслимые жестокости, которые во время войны творятся. И это вошло впоследствии в национальное сознание бельгийцев, и вот родился Шарль де Костер. Спасибо. Пожалуйста, левые ряды. И вот там у входа я вижу руку. Готовятся правые ряды, середина. Добрый день, Алексей, Москва. Когда говорят про испанскую инквизицию, практически сразу всплывает имя великого инквизитора Тарквимаде. Я хотел у вас спросить, насколько связан вот этот демонизированный образ с общей концепцией демонизации инквизиции? Было ли это как связано с личностью самого Тарквимады? Что об этом говорят официальные документы? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Вот вопрос действительно очень интересный, потому что действительно образ Тарквимады вошел в составляющим элементом и очень важным в мифологию испанской инквизиции. Тарквимада был первым инквизитором, который официально был назначен королем в 1488 году, если мне память сейчас не изменяет. Что касается его действий и проецирования его личности на темные представления об испанской инквизиции, это оправдано лишь отчасти. Сам Тарквимады не был ни в коем случае слепым религиозным фанатиком. Он был скорее теологом, перед которым была поставлена очень сложная задача выявить тех иудеев, которые обратились в христианство не до конца, то есть, иначе говоря, чье обращение было неискренним, которые могли бы будировать христианскую среду, возмущать христианское сообщество. А жестокости, как и все инквизиторы, такие садистские жестокости он не творил, но действовал в соответствии с поставленными задачами, я бы так сказала. — Благодарю. Пожалуйста, дайте микрофон вот туда. — Добрый день. Вопрос, наверное, не совсем такой исторический, но все же. Вот мы знаем, что испанская реквизиция, она такая страшная, ужасная, испанский сапог. Вы, собственно, это очень хорошо описали. А вот, может быть, в современной Испании как к этому эпизоду своя история относится? — Ну, во-первых, я ничего не говорила про испанский сапог. — Подразумевали, наверное? — Нет. Потому что, когда я перечисляла, вот ссылалась на вот эти все ужасающие пытки, если аудитория так настроена слушать про жестокости, то, в общем... — Ну, хотят, чтобы просмаковали немножко. — Посмаковали, хорошо. Три типичных пытки испанской инквизиции — это кувшином, то есть пытка водой, обвиняемого опускают на специальной доске так, чтобы голова была ниже, чем ног, начинают вливать воду. Человек задыхается, и вот под этим... В этом состоянии, в общем-то, от него можно получить какое угодно признание. Это дыба, это растягивание на доске, то есть вот когда привязывают руки-ноги и растягивают человека. Что касается испанского сапога, как правило, ну, единичный случай применения. Кроме всего прочего, вот то, что в фильме «Легенда о Болиншпигеле» показано, как там обвиняемому жгут пятки, обвиняемой виновата, это не применялось в испанской инквизиционной практике. Жестокости есть жестокости, но еще раз существует время и время. Что касается современного отношения к испанской инквизиции в современной Испании, история испанской инквизиции, да, это факт национальной истории, но испанцы очень мудро относятся к национальной истории, они считают, что изменить ее нельзя, с ней надо смириться. То, что было, то было. А инквизицию надо исследовать, как и любое другое историческое явление. Добрый день, меня зовут Евгений Кучерган. У меня такой вопрос по поводу популярности инквизиции в ее время. То есть поддерживалась ли она жителями тех времен? То есть как к ней относились? Ведь она пробыла такое большое количество времени вместе с жизнью общества. Очень хороший вопрос. Это действительно очень важный, это очень важный аспект, потому что одно дело ввести учреждение, а другое дело общественное отношение к нему. Ну, во-первых, оно было разным, инквизиция все-таки существовала с 1478 по 1834 год, и на разных этапах отношение к инквизиции у самих испанцев было очень разным. Я могу сказать сразу, что инквизиция как само учреждение, то есть как существование такого суда особого отторжения не вызывало, но критику вызывали, как раз вот особенности судебного процесса. Очень быстро среди и испанских теологов, и деятелей церкви была высказана идея, что нужно пересмотреть само следствие и суд, то есть делать суд состязательным, то есть иначе говоря, чтобы представление о презумпции вины снять, чтобы обвиняемый мог отстаивать даже при помощи адвоката свои права. Адвокаты были, но их особо никто не слушал. Сбор доказательств, привлечение большего количества свидетелей и главное сообщение самому обвиняемому суть обвинения против его выдвинутого. Чем ближе к XVIII веку, тем по разным культурным явлениям, в том числе распространение новой науки, идеологии просвещения, инквизиция стала критиковаться, и королевская власть стала ограничивать ее действия, в частности, реформировала судопроизводство. И даже тогда, когда испанцы впервые в начале XIX века написали первую свою конституцию, которая была основана на представлении о правах человека, парламент, который принимал эту конституцию, провел очень много времени в спорах о том, ну хорошо, ладно, свобода слова, свобода собраний, до свободы совести они не дошли, Испания оставалась конфессиональным государством, но инквизицию стоит ли отменять? Решили отменить, но потом вернули. Вот таким вот образом. Когда в 1641 году, возвращаясь немножко назад, Каталония пыталась и перешла на 12 лет под власть Франции, отделившись от испанского государства, то в договоре каталонцев с французским королем было записано, что каталонцы просят инквизицию не отменять. Вот так. Вам должна понравиться картинка. Верните картинку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова